Чё смотришь? А я сам в шоке. Приятного просмотра. Минточку внимания. Ребят, извините, что говорю слишком тихо, так как я немножечко приболел и надеюсь это не сильно помешает видеоролику. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Итак, пока мы едем на заправку, чтобы заправить мою великую и прекрасную BMI 5M90, я вообще расскажу, как это произошло. Ну, дорогие друзья, встречайте, это Амазинг онлайн, да, уже онлайн. Не РП, но, вы знаете, РП тут по крайней мере есть и тут много что интересно, не то что на вашем родмире. Так что присаживайтесь поудобнее, берите покушать. Ну а я обещаю, вообще, почему я перешел на Амазинг, а не играя на, о, блин, при подобном великом родмире. Очень легко отвечу на данный вопрос. Это, во-первых, комьюнити. Комьюнити на родмире стало овертоксичным. Вил, 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 вил. Ёбаный рот, это вот... Просто ужасно. Куда только ни зайди, везде какая-то политика. Мне лично это не нравится. Я хочу играть на том проекте, на котором будет мне комфортно, на котором мне будет нравится играть и нравится общаться с другими игроками. Увы, родмир не попадает под данные критерии. На Амазинге, конечно же, все по-другому. Она, короче, пересек... О! Прикол. Я сейчас, короче... Здесь абсолютно плевать, кому ты нравишься, кому ты не нравишься. Поэтому я могу сказать то, что токсичности здесь, на этом проекте, её как таковой нет. Но некоторые моменты бывают, да, не спорим. Это не идеальный сервер. Это всегда найдётся вообще какой-то идиот, который начнёт игру на любом проекте, на любом сервере. Это вообще везде. То бишь, этот сервер, этот проект и, конечно же, этот человек никуда не денется. Поэтому как-то так. Также, конечно же, тут легко заработать. И тут верты не так сильно ценятся, как в этом мире. Потому что на то же самое F90 можно заработать спокойно за три недели. Но здесь есть маленькие минусы. Чтобы купить F90, вам надо два варианта. Каким-то чудом поймать её в салоне. Да-да, в салоне. То есть тут такая же херня, как и на размере. Типа машина может быть в достатке, а может быть нет. Либо же каким-то боком добавить 170 рублей на свой счёт на Амазине. Купить VIP аккаунт или VIP-ку на аккаунт. Либо же купить VIP-блэк. Да, VIP-блэк. Прикиньте, какие её называются VIP-ки. Я сам в шоке. И купить данную M90. Я лично поступил вторым способом. Купил VIP-блэк и спокойно купил эту машину со 6 миллионов рублей с босса. Я единственный владелец. Так что можем, кстати... Можем посмотреть мой карпас. Количество дельцов 1. 6 миллионов. Селес на 94%. Она стоковая плюс-минус. Я хочу на неё баг поставить. Вот номер, кстати. Номера недавно ввели. И самое что мне нравится. Здесь очень легко посмотреть свою идею. Ну, насчёт фракции я говорить не буду. Потому что фракции они везде. И они везде могут быть неадекватными и неадекватными. Но на мазеньке адекватность у фракции это довольно-таки очень весомый и важный компонент в сфере ДПС, ППС. Там всех вот этих организаций, где нужно реально отыгрывать фулл РП. Могу сказать одно то, что в городе Арзамас есть очень прекрасная фракция, как ДПС. И в городе Арзамас ДПСники очень часто любят останавливать тачки. Ну и, конечно же, РП они отыгрывают чуть ли не ежедневно. Поэтому имейте в виду, если вы нарушили что-то, они найдут до чего наневаться. Поэтому имейте в виду, ребятки, лучше не нарушать. Ну и, наверное, последнее, что я вам хочу показать. Это карта, на которую можно просто нажать на выкупку М английскую. Тут можно приплетить, поставить метку. Вообще в любое место. Вообще куда вы хотите. Хоть, сука, в Чернобыль. Кстати, вот он. Я могу прийти в центр занятости, устроиться пожарным и тушить. Просто тушить. Да, пожар. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем, скорее, в плохом смысле. Откройте окно. Открыл окно. Да, живо. Здравия желаю. Здравия желаю. Из машинки войдите, пожалуйста. Не, нихуя. Ставились. А это обязательно? Ну вообще желательно, да. Покажите ваше удостоверение, покажите ваш жетон. Предоставьте мне ваше имя, фамилия. Вы пересекли два раза две сплошные. ЧЕГО, БЛЯТЬ? Там был, во-первых, прерывистый разворот. Можем даже пройтись. Я видел. Да вы что, пройдемте, давайте. Пешком? Да, пешочком. Петя, иди посмотри. То есть, это по-вашему, одна сплошная, да? ШИЗОФРЕНИЯ! Это по-вашему, одна сплошная, да, типа? Или двухсплошная, типа? Ну это как бы прерывистая линия. Здесь разрешено разворачиваться. Да. Да. А, это такой вопрос. Какой именно? Кстати, помните, вы у полиции ДПС брали долг на 200 тысяч? Так вы его не отдали? Вот типичный пример малолетнего дебила. Что у меня до сих пор идет видеофиксация. Какая видеофиксация? А у меня, короче, у меня есть маленькая камера. Вон, GoPro 78. Может, слышали, такая недавно вышла. А где она у вас? Она у меня специально в куртку вшита, потому что я делаю красивый видеоролик о том, как у нас красиво в области. Ага. Да, слушай, Петь, может, того еблана пойдем задержим на черной? Игорьку привет. Какому? Полковнику вашему. Стойте. Да идите нахуй! Мы с дороги уйдем, да? Ну, можно, в принципе. Ну, иногда такие долбоебы тоже встречаются. Не без исключений. Ну, и на родмире они тоже имеются, поэтому... Как-то так. Да. Жестко. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Да, извиняюсь, что я так очень долго отсутствовал на канале, но на это были свои причины. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Дакаров. Да, я снова переименовал никнейм на своем канале. Ну, и, конечно же, он останется теперь навсегда. Потому что Миндозик, это не совсем мой никнейм. И я в следующем видеоролике расскажу, почему я не хочу его иметь. И почему я не хочу больше называть себя Миндозиком. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.